Давайте поближе рассмотрим вопрос. Какую важность имеет для Южного Кавказа такой подход израил-палестинское противостояние? Вы знаете, израил-палестинское противостояние, честно говоря, с моей точки зрения. Я занимаюсь этим вопросом уже 55 лет и много чего видел там. И для Южного Кавказа, в общем-то, я не вижу каких-то особых последствий того, что происходит именно там. Как я, собственно говоря, не вижу особых последствий для Большого Ближнего Востока. Я не отношусь к числу специалистов, которые рассуждают о том, что у нас впереди реальная перспектива большого Ближнего Восточного пожара, который потом выплеснется наружу. Дело в том, что Ближний Восток вообще индифферентно реагирует на то, что происходит в секторе Газы. Основная эмоция идет из Вашингтона и Брюсселя. А арабский политический класс, он, собственно говоря, устранился, он стоит, смотрит и по себя думает. Ну, хорошо, пусть израильтяне этот Хамас ликвидируют, и может быть тогда, в общем, эти проблемы каким-то образом прекратятся. Больше того, я вижу определенное раздражение в центрах силы тем процессом, который развернулся вокруг государства Палестина. Дело в том, что никто не верит, что резолюция 181 Генассаблеева 48-го года о создании двух государств вообще сработает. Уже привычно все говорят про эти два государства, но с 48-го года, несмотря на все заклинания, ничего не состоялось. Кто сказал, что состоится дальше? Вряд ли. Другой вопрос, что пока никто не придумал новую формулу. Ну вот из-за, наверное, придумывания новой формулы, это, конечно, ситуация оказывает влияние на внешний мир и в том числе и на Южный Кавказ. Я здесь немножко неортодоксально попробую сформулировать. Ситуация в секторе Газа, ситуация вокруг Израиля и так называемого полицейского государства показала, что мировое сообщество, политическое сообщество, значит, мудрецы, которые у нас занимаются формулированием внешнеполитических конструкций, не в состоянии выработать работающую формулу решения очень сложного вопроса сосуществования двух разнонаправленных групп людей. И это показывает, что на Южном Кавказе у нас тоже существуют некие проблемы с вырабатыванием этой самой формулы, таким же образом, как и на Ближнем Востоке. Когда-то я сказал так достаточно аккуратно, что мне представляется Ближний Восток такой лабораторией, в которой проводятся эксперименты на тему того, как мы будем обустраивать этот мир. Наверное, это не совсем правильно, но в принципе какая-то доля истины в этом есть. Глядя на то, что происходит там, я понимаю, что и в других частях света, и в частности то, что ближе нам, находящимся здесь, это Южный Кавказ тоже, собственно говоря, есть такая проблема несостоятельности вырабатываемых формул текущего дня для решения сложных вопросов. Наверное, это единственное, что объединяет ситуацию на Южном Кавказе и ситуацию в секторе газа. Остальных последствий я, честно говоря, на самом деле не вижу. Я считаю, что больше последствий сейчас от того, можно предположить, от того, чем закончатся президентские выборы в Иране и каким образом новое правительство Ирана войдет в историю Иран, Турция, Россия, Грузия, Армения, Азербайджан. Вот эта вся история, она, конечно, более, с моей точки зрения, сегодня важна. И, наверное, в общем, ну, по крайней мере, для меня она достаточно... Андрей Владимирович, то есть вы все-таки ожидаете изменения политической карты Южного Кавказа? Вы знаете, я не столько ожидаю изменения политической карты Южного Кавказа. Я бы сказал, что политическая карта в плане географических границ, ситуационных границ, вряд ли сегодня уже будет меняться. Ну, предполагаю, конечно, что делимитация между Арменией и Азербайджаном все-таки произойдет окончательно и будет подписан договор. Я считаю, что, наверное, это все-таки произойдет, потому что, по крайней мере, для правительства Армении это вопрос сегодня, по-моему, решенный, для Баку тоже. Ну, есть определенное, наверное, внешнее влияние, которое... Да и внутреннее тоже, да. Хорошо. Десент, который... Послушаем Вартану Хачатаряну, я об этом чуть попал подробнее, пожалуйста. Ну, я, честно говоря, сторонник того, что, как Дмитрий Владимирович выразился, что там... Андрей Владимирович. А, извините, Андрей Владимирович, извините еще раз, что вот разрешение Ближневосточного кризиса, оно будет прецедентом для всего мира. Действительно, как будет там решаться вопрос? Весь мир сейчас заинтересован в том, чтобы там вопрос окончательный решился и решился, по возможности, справедливо. И вот, когда мы говорим о Южном Кавказе, вот на Южном Кавказе будет ли так или иначе, да, естественно, это не оставит в покое Южный Кавказ, потому что прецедент, который будет выработан там, будет распространяться и на весь мир. Естественно, надо считаться с тем, что гегемон Соединенные Штаты Америки сейчас не в том положении, чтобы все время удерживать ситуацию, как говорится, у себя в руках. Этого не может быть. Современная ситуация не тянет на такое, в принципе. И когда мы говорим о делимитации, это весьма сложный вопрос. Какая будет делимитация? Вот сейчас наши армянские власти говорят, что в принципе они понимают, но по каким картам в 1988 году были делимитированы все границы Советского Союза и имеется вот 193 акта по делимитации границы Армении с Азербайджаном. Но Азербайджан заявляет, что нет ничего подобного, должна быть новая делимитация. Исходя из чего должна быть новая делимитация? Это тоже непонятно. Вопрос сложный, то есть, но решимый, нет? Нет, я считаю, что довольно нерешимый, так сказать, вопрос. В том плане, если мы будем обращаться вот к этим картам, тем более это двухсторонние подтвержденные акты, 193 акта по различным, так сказать, спорным вопросам делимитации границ, которые были разрешены тогда. И вот сейчас, когда мы говорим об этом, не учитывать то, и говорить, что да, Азербайджан, если требует, это односторонние уступки Азербайджану. То есть не идет. Требуют и от Азербайджана. Ну, от Азербайджана требуют, исходя из чего? Азербайджан считает, что нет, мы имеем никакой связи вот с тем Азербайджаном, который существовал в советское время. Но, извините, до этого Азербайджана, в принципе, не было.